Ну что, смотрим, что мы имеем. Так, Татьяна Федосеева, здравия. Антон Колесников, добрый вечер. Антон, вы меня продолжаете восхищать. Вот, я всегда говорю, кто-то сделал доброе дело. Господи, Боже мой. Сен-Амэлл, Сен-Амэлл-Россия. Николай Жемалдинов. Здравия, удачи. Ну, Николай, вас бы на трибуну, ну, хотя бы областную. Хотя бы собрать всех ученых. Хоть бы научили бы их, как делать. Так, брат, значит, здоровья, удачи. Данила, добрый вечер. Казаков, здравствуйте. Датяля, привет из Нижнего Нового города. Объедаемся с левыми выращиваниями с косточек ВК. Так, Наталья, так, никак, не для протокола. У вас совесть есть? Где фотографии? Слева выращенные с косточек железа, не привитые, 30-40 грамм, но очень вкусно. Вот, если вы не пошутили, вы знаете, как это важно? Надо мной же висит это, проклятие, надо мной висит это обвинение, что я мошенник, я это, там, мальчик. Что из моих косточек ничего не вырастет, кроме дики. Наталья, ну, ходите на коленю там. Да, ладно. Возраст не позволяет. Жду от вас фотографии. Арсен, привет. Учитель здоровья и терпения. Здравствуйте. Подтягивайтесь на YouTube-канал с железа вебинаре. Тут общение через 2 часа только. А активность для канала там полезнее. Хотя, может, и не понимая ничего трезвее, если что. Так. А как, кто вы есть? Или Арсен Кострома? Или вы, например? Так, на YouTube-канале железа вебинаре. Общение через 2 часа. Активность для канала там полезнее. Может, потом мне брат описит, где это там. Я сам ничего не понимаю. Данила. Вопрос возник, Валерий Константинович. С посадкой кочек это буду. Зашло больше 100 штук. Выросло полтора метра. А в месте, где буду привать, больше 12 миллиметров. Ёмы. Перестарались? Вопрос. Мне надо их по осени рассаживать, так как их слишком много. Часть раздам друзьям и родственникам. Какая-то часть останется у меня не пересаженной. Но весной пересаживать печальнее из-за того, что оттаивает не быстро. Хоть и посажены гряды. Боюсь победить корни. Осветите, пожалуйста, вопрос в пересаживке в осени. Хакасия по осени. О-о-о. Вы знаете, что для меня по осени. Вот. Кстати, у нас вот не так много писем. Поэтому я сейчас скажу. Во-первых, пусть знают вся страна. Однажды, когда последний этап жизни знаменитого Байкала, который побывал уже директором научного хозяйства и выращивал много гектаров абрикоса. Много было его в жизни всего. И мы даже цитировали. Помните, я его ознакомил с волшебником. Вот и последняя его была просьба. Сказать правительству. Дайте мне землю под сеню. Дайте землю под сеню. Под сеню это то же самое, что Красный Хутор для района Саногорска. Там у простых нормальных людей, без всякой хитрости, без всяких там этих побелок, без всяких секаторов, пил. Вот. Посадили абрикосы. Часть из них Байкала, возможно, даже большая часть Байкала, стали бы не ехать ко мне в Красный Хутор или там за 100 километров. Нет. И там подоносят сотни абрикосовых деревьев и не думая замерзать. Вы думаете, только мы знаем, что это такое уникальное место? Обратился Байкалов в администрацию то ли Абаканского республики, то ли Абаканского горсовета, или как там администрация. Вот. Ему показали вот такое большое кутище, сказали, вы что? Вы что? Подсиние? Это что? Рублевка для Москвы. Мы что там? Мы куда? На колпасе открыли? То есть, что это? Захотели? Вы представляете? Уникальному человеку с уникальными этими данными по характеристикам его, лично его плодов. Вот помните, я так в ужасе рассказывал, как с ужасом. 8-12 лет, еще 2-3 года, еще 5 лет. Он прошел все это за 50 лет. Вы понимаете, что случилось? Ему, можно сказать, поплевали. Он говорит, куда ты суешься? Кому нужны? Нужен ты. Ты, да, заслуженный агроном в России, да. У тебя в Николево, куда ты суешься? Это же Рублевка. И вот, и когда я сейчас Данила прощал с тобой по-синему, ну, наболело, ну, как сказать. Навеяло вот это вот. Артем Семенченко. Ну, вот он и есть, тут самый, Харьковская область, по ту сторону границы. Нормально. 20 лет. Игорь Сафин, всем здравия. Арсен Кострова, плохой звук вибрации. Так, колецкий звук поправился. Владислав Шетюкар, когда у вас созревает сорт мелба. Он, знаете, довольно ранний сорт, и у него растянутое подозначение. То есть, он рано начинает и поздно заканчивает. Он какой-то особенный. Месяц-полтора плодоносит. То есть, яблоки сыпятся. Ну, первые сыпятся, вообще-то сладкие. Первые сыпятся вместе с плодожорками. Наверное, их съедают они до половины. А так как у меня их всегда было девать некуда, вот, я никогда не вышел в него, чтобы там не хватало еще прыскать. Да пропадели, это прыскание. Черт его. Половину упадает рано, вместе с дырками от этих, от гусениц. А вторая половина нормальная, ну, попозже. Получается, сейчас в июле, они уже половину от посыпались. А, сейчас не июль, сейчас август. Ну, короче, с середины сентября закончат. Это у нас. А вы уже прикидываете, южнее вы, на севернее. Так. И еще вопрос. При пересадке осени, молнии к саду, можно ли обрезку перенести на зиму или на весну? Что иметь хорошие сергиды при этом? Давайте так. Я практически сразу на все не ответил. Как бы это сделать-то? У вас головная боль. Ну, что это было так много выращивать? Теперь из-за вас у меня головная боль. Что я могу посоветовать? Вот. Если просто рассаживать, то лучше это делать весной. Если пересаживать осенью, вы теряете фактически черенки у тех саженцев, с которых можно черенки взять ноябре-декабре. Пересадка, она уже обрезка делает. А вы обрезаете до мороза посреди даты осени. То есть уже на прививку рано. Еще не спят. Получается. Все, что вы пересадите, вы теряете черенки на прививку. Вот. А многие же у меня культурные получают. Вот вспомните, 30-40 граммов слива и в кости. Это что, шутки? 30-40 граммов. Вот. Хотите, кому-то, если вас не интересуют черенки, вы берете, приезжайте. Их можно осенью аккуратно выкопать. Отвезти соседу, нагряду посадить. Но все равно подпорчено. Лучше все-таки весной. Вот. Значит, если вы же черенки на прививку, оставляете все на месте, в ноябре, декабре берете черенки, а весной что-то оставляете, что-то пересадите. Вот так. Снегирев, добрая мира, одолели медведки, может, посмотрите, что делать. Хрует под всеми саженцами, как короте. Вот. Вы знаете, я живу в Сибири, вот у нас, допустим, тот же самый хрущ, тот же самый майский жух, такая резкость, что бороться не надо. Медведки тоже самое. У нас много чего нету. Вот. Почему? Холодно, земля такая, что у нас она это настолько промерзает, что не держится теперь медведки. Поэтому вопрос это не ко мне. я всегда даю советы там, где что-то сам научился, сам почему. Наталья, доброго времени и здравия. Так, Возвим, Павел, сбрасывайте, смиренка, боролся так, выходил в горку, который уходит вон, заливал туда ситное масло, потом поливал водой с реки, чтобы масло ушло до самого века. Через пару минут вылетает и сдохнет. Ну что, мотайте на усы. Спасибо, Павел, выручили. Семенченко. Будет очень интересно послушать о вегетативной геморизации. Планирую активно заниматься, надеюсь, будет возможность. О вегетативной геморизации это вам интересно. У нас и так почти не осталось. Если я буду вот такие только темы, у нас останется пять человек. Вот. К сожалению. Поэтому я, конечно, о вегетативной геморизации расскажу. Вы заметили, попросили меня про привычные отсекатели. рассказал, еще расскажу. А то у всех сделала, что привек все мертвые. А об этом узнает только он и я. А надо знать все страны. Вот. Прививка почки. Был вопрос, ответил как мог. Вот. Посмотрим дальше. Артем. Вот. Вы особый человек. У вас особая судьба. Если мы с вами будем в родине нужны, наша общая родина. т que трс- т т Продолжение следует...